Пятый класс, двадцать четвёртая серия. Графы. Граф – это набор точек, некоторые из которых соединены линиями. Эти точки называются вершины графа, а линия – ребра. Степень вершины – это число ребер, выходящих из вершины. Степень данной вершины – 3, 3 ребра выходят из вершины. Здесь тоже 3, 2 и 4. Если степень вершины – число чётное, то такая вершина называется чётная. В данном графе две чётные вершины. А если степень вершины – число нечётное, то это нечётная вершина. Здесь две нечётные вершины. Чтобы найти количество ребер графа, нужно сложить степень вершин и полученный результат разделить на 2. Так, давайте сложим степени всех вершин. 3, 3, 2 и 4. Значение суммы – 12. 12 делим на 2, потому что одно ребро на две вершины. И получаем 6. Значит, в данном графе 6 ребер. Давайте проверим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Итак, в любом графе количество ребер вдвое меньше суммы степеней всех вершин. Первая задача. В государстве 100 городов. Из каждого выходят две дороги. Кроме столицы, откуда выходят 15 дорог, и города дальний, откуда выходит одна дорога. Сколько же всего дорог в этом государстве? Ну, другими словами можно сказать так. 100 вершин в графе, причем 98 вершин, будут иметь степень 2. Одна вершина – степень 15, и еще одна вершина – степень 1. Чтобы найти число ребер в графе, нужно найти сумму степеней всех вершин и полученный результат разделить на 2. Итак, 98 умножаем на 2, плюс 15, плюс 1. Делим пополам. Ответ 106. Вторая задача. Можно ли организовать шахматный турнир для 11 шахматистов так, чтобы каждый сыграл 5 партий? Другими словами, можно ли построить граф, в котором 11 вершин и степень каждой вершины равна 5? Ну, давайте сделаем предположение. Допустим, это возможно. Сколько же ребер будет в таком графе? 11 надо умножить на 5, потому что степень каждой вершины равна 5. Равна 5. И полученный результат надо разделить на 2. 11 – число нечетное. Умножить на 5 – число нечетное. Значение произведения будет числом нечетным. Нечетное число на 2 не делится. Построение такого графа невозможно. Итак, нельзя организовать шахматный турнир таким образом. Третья задача. Корова съедает копну сена за 2 суток. Коза за четверо и овца тоже за четверо суток. За какое время съедят копну сена корова, коза и овца вместе? Ну, давайте определим, какую часть от этой копны съест корова за 1 сутки. Ну, если всю копну за 2 суток, значит, за 1 сутки она съест половину копны. Так, коза съест за 1 сутки четвертую часть. И овца тоже четвертую часть копны за сутки. Ну, а теперь давайте выясним, вот за сутки, сколько они съедят вместе. Так, давайте выполним сложение. И здесь у нас получается ровно единица. Значит, за сутки они съедят копну сена. Значит, ответ за сутки.